Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ТВК информационные итоги недели Бердска. О важном, интересном и актуальном расскажем в ближайшие 20 минут. Весна идет, весне дорогу. Стихотворение советского поэта Михаила Вольпина обретает новый смысл для бердчан. На проезжих частях появляется все больше ям, а за рулем все больше недовольных автовладельцев. Дмитрий Дорофеев выслушал мнение горожан. Ну вы посмотрите, вот смотрите, репортаж, вот прямо сейчас возьмите, вот получается на Красной Сибири невозможно уже вообще проехать. Вот просто, вот объезжают уже машины всяко-разно, уже и по встречке едут, и всяко-разно просто, как бы невозможно вообще уже ездить. Только весна начинается, дороги опять нет. А из-за чего происходит, как думаете? Качество асфальта. Ужасные. У нас их нет. А что есть? Ну непонятно, ямы, колдобины, у нас дорог нет. А это каждую весну или... Это каждую весну, у нас после каждой зимы дороги куда-то пропадают. Конкретно покрытие дорог. А из-за чего, как думаете? Да, наверное, потому что их надо сделать один раз качественно. Критика не остается без внимания чиновников, да и сами они ездят по тем же дорогам. О ближайших планах по решению проблемы съемочной группе ТВК рассказали в управлении ЖКХ. Мы будем работать по другим направлениям в этом вопросе. Я это называю как ремонт аварийный, когда мы порой нарушаем какие-то технологии и неподготовленную, скажем так, выбоину, ее набиваем асфальтом и уплотняем виброплитой. Это называется аварийный ремонт. В зависимости от состояния дорожного полотна, от количества влаги, да, то мы до года такие вот стоят, их называют заплатками в простонародье. Мы будем работать по другим направлениям. Первое – это асфальт холодный. Сейчас наше подведовственное учреждение занимается его покупкой. Мы приступим к работам в третьей декаде марта. Мы планируем, тоже будем смотреть по состоянию погодных условий. Далее у нас также мы рассчитываем поработать весной с горячим асфальтом. Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными поставщиками этого горячего асфальта, с заводами и ориентируемся на начало их работы. У нас есть большое желание начать эту работу в конце марта, уже работать с горячим асфальтом. Это намного дешевле и намного продуктивнее, чем асфальт холодный. Мы порядка в сутки делаем до 100-150 метров квадратных. Это значительно. За 10 дней можно практически полторы тысячи сделать. Это пройти большую часть города, где существуют такие аварийные моменты. И мы это делаем не для приведения дорожного полотна к ГОСТу, а мы это делаем для безопасного передвижения наших автомобилистов по дорогам. Да, это будет несколько не соответствовать всем нормативам, нормам. Но это, опять же, не ямочный ремонт, не текущий ремонт, не поддерживающий ремонт. Это ремонт аварийный. Мы устраняем аварийную ситуацию. И прошу, когда мы будем это работать, нашим уважаемым берчанам, жителям города, понимать, что это мы делаем не специально в нарушении каких-то правил, нормативов, ГОСТов, а это мы делаем для того, чтобы передвижение наших автомобилистов стало более комфортным и безопасным. По подозрению в мошенничестве задержана бердская предпринимательница Юлия Петрушина. К ней домой полицейские пришли 20 марта. По версии следствия, после капитального ремонта кровли многоквартирного дома в Новосибирске женщина предоставила неверные сведения Фонду модернизации ЖКХ. Она завысила стоимость работ более чем на 3 миллиона рублей. Поводом для расследования стало обращение новосибирца Евгения Башканова к заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину. Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Круглый стол с участием заместителя генпрокурора удивил оперативностью принятых решений. Спустя несколько часов после того, как были озвучены проблемы, начались задержания. Первым стал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. В тот же день наручники надели на бывшего начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Замкнула тройку бердская предпринимательница. Такими скоростями многие удивлены, учитывая, что подобные задержания готовятся месяцами. Почти полторы тысячи выпускников детских садов пойдут в школы Бердска в этом году. С 1 апреля начнется запись детей в первые классы. Город прирастает новыми многоквартирными и частными домами, которые привязывают к информационной системе. Все заявления проходят через так называемую электронную школу. В частном порядке, по словам чиновников, такие вопросы не решаются. Исключения существуют только для отдельных категорий граждан, в частности участников СВО и сотрудников силовых ведомств. С 1 апреля у нас подают заявление только те граждане, которые зарегистрированы на микроучастки. То есть это может быть или прописка, или временная регистрация. И 6 июля на свободные места допускается прием заявлений уже не по микроучастку закрепленному. Одни родители готовят к школе будущих первоклассников, а другие сдают ЕГЭ. Испытать на себе все тяготы, в первую очередь психологические, связанные с экзаменами, решились мамы учеников 13-й школы. За процессом следил Максим Киргинцев. Все как на настоящем экзамене. Только паспорт, ручка и ничего больше. Досмотр и проверка на посторонние предметы через металлоискатель – процедура обязательная. Сопровождающий проводит родителей в аудиторию для сдачи экзамена. Далее – небольшой инструктаж. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения экзамена. День сдачи ЕГЭ для родителей проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и проходит уже в 2024 году в восьмой раз. Мы ежегодно проводим в городе Берске такие мероприятия с родителями на базе разных школ нашего города. В этом году это школа номер 13. Родителей подготовить к этому тоже надо, потому что важно, как родители поддержат своего ребенка в этот день. Родители получают уникальную возможность пройти весь процесс сдачи ЕГЭ – от регистрации до ознакомления с результатами. Им рассказали, как разрабатываются задания и проверяются экзаменационные работы, как организована работа общественных наблюдателей и система видеонаблюдения, что запрещено делать во время экзамена. Сейчас я посмотрела, как это происходит от начала, ну, уже практически до конца, да. Я понимаю, что теперь могу рассказать ребенку, как его поддержать морально, чтобы он не боялся сдавать экзамены, чтобы у него не было вот этого вот волнения, меньше было. Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов, максимально приближены к тем, которые будут при проведении реального единого государственного экзамена. Цель акции – помочь родителям правильно оказать поддержку своим детям в период экзаменов. Развитие библиотек и информационных систем на этой неделе обсуждали в Бердске. Город стал площадкой проведения крупного международного форума «Либвей». В течение четырех дней обменивались опытом книговеды, историки, культурологи, археографы, преподаватели вузов. Впервые на таком серьезном уровне о книгах заговорили еще в 1966 году. Уже более полувека Сибирь принимает гостей. В последнее время традиционной площадкой стал Бердск. В этом году это Бердск, это на самом деле замечательно. Мы очень довольны выбором и рассчитываем, что это будет ежегодно, что это станет традиционным, потому что это рядом с городом, все возможности, инфраструктура. Бердск очень гостеприимно нас встречает, за это мы благодарны причам. Многие доклады относят к фундаментальной науке, то есть они не имеют прикладного значения для обывателя. Например, кризис книговедения или отличие культуры книжной от печатной. Конечно, ученое сообщество не обходится без жарких дискуссий. На таких форумах истина рождается в споре. Для научных конференций приоритетным является именно диалог исследователей между собой. Собственно говоря, люди выступают с докладами не просто для того, чтобы сказать что-то, а для того, чтобы услышать критику и для того, чтобы каким-то образом взвесить те выводы, которым человек пришел, сидя перед дома, перед персональным компьютером или на работе, что-нибудь там ручкой изображая. Вот когда тебе задают подобные вопросы, ты понимаешь, а вдруг я сделал здесь неправильный вывод, что-то не использовал и так далее. Дискуссия является важнейшим элементом любой научной конференции. О чем читали сибиряки в первой половине 17 века? Рукописи иркутского протоиерея Фортуната Петухова. Книги кирилловской традиции. Сохранение книжного наследия всегда становится одной из центральных тем форума Либвей. История не перестает учить, а порой и удивлять исследователей. Каждый год у нас новые приобретения, новые находки, которые позволяют открыть необычные страницы истории. То есть из близлежащих территорий, например, в этом году в Новосибирской семинарии мы нашли книгу, где находится запись храма Петра и Павла из села Чингисы. До сих пор сохранившийся храм, каменный, с 1807 года постройки, сейчас находится прямо на берегу Обского водохранилища, очень красивый, необычный. И вот в этом храме, по легенде, были книги из Греции привезены. Мы нашли издание 1802 года, синодальной типографии, то есть из Санкт-Петербурга. Но удивительно, что эта книга находилась в Москве, была куплена священником из Новосибирска, и он вернул ее, подарил семинарии, и оказалось, что это книга из Чингисов. Конечно же, обращаться к нашей истории полезно всегда и по многим причинам. Мы, как филологи и как археографы, привыкли обращаться к слову, к тексту, и таким образом искать и смыслы, и идеи средневекового человека, чем он похож в том числе и на нас, по какой причине он читал те или иные литературные произведения позже, какие литературные произведения переходили, можно сказать, из XIV века дальше в рукописные сборники уже и XVIII, и XIX веков. Это очень интересно. Отдельная и самая большая секция посвящена библиотекам. Это логично, учитывая, что именно там аккумулируются результаты научных изысканий. Традиционные методы работы все чаще опираются на цифровизацию, новые формы коммуникации с читателями. Нерешенной остается проблема с охватом жителей услугами библиотек, причина в сокращении штатных единиц. Как раз та самая прикладная проблема, с которой фундаментальной науке не справится. Если она работает 2 часа в неделю, какая может быть доступность библиотечных услуг? И таких районов все больше и больше. И причем они не только где-то далеко в Сибири, а посмотрите, Республика Карелия, Крым, Мордовия, Пермский, Приморский, Ивановский, Кировский, Ленинградский, Ульяновский, Ярославской области. То есть, самый текст России, казалось бы, там должны быть специалисты. Специалисты. Поскольку не все соглашаются работать 1-2 часа в неделю, ну или там 2-4 часа в неделю, специалисты имеются в виду, приходится просто закрывать библиотечный пункт. Книжки есть, но работать там некому. Либвей – наука, технологии и информация в библиотеках. Международная конференция включает в себя весь накопленный за последние десятилетия опыт работы археографов, сотрудников вузов и научно-исследовательских учреждений. Ценность площадки и в том, что ее границы заканчиваются далеко за пределами Берска или Сибири в целом. Иностранцев действительно много. Это такое приятное исключение. В наши дни 23 страны. Мы начинаем с буквы А – Армения, Азербайджан, Босния, Герцеговина, Беларусь и так далее. До последних букв ЮАР. Шри-Ланка, Катар, ну то есть даже такие Намибия – страны, которые либо у нас присутствуют лично, Малайзия, Турция, либо подключаются онлайн. На пленарном заседании в день закрытия шла речь о проведении отдельных исследований и других научных форумов. Но одним из главных итогов стало решение о выборе города проведения Либвея в 2025 году. Им вновь станет Берск. У православных верующих 18 марта начался Великий пост, который продлится 7 недель. Завершится он перед Пасхой. В 2024 году праздник приходится на 5 мая. Бытует мнение, что Великий пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после своего крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне. Однако есть и другая версия. На заре христианства перед крещением, будущим чадом церкви, было предписано усиленно молиться и поститься. Крестины проходили несколько раз в год по большим праздникам, одним из которых была Пасха. Так или иначе, тысячи россиян на ближайшие недели ограничили себя в пище, мыслях и действиях. 30 мгновений весны. Детская художественная школа отметила 30-летие. Юбилейный вечер прошел в торжественной обстановке при большом количестве гостей. Выпускников прошлых лет, преподавателей, родителей, учеников и, конечно, самих юных художников. Многие не единожды становились стипендиатами, а сама школа получала призовые места на всероссийских конкурсах. Все начиналось с мечты. То есть, когда-то, в 80-е годы, я, будучи студентом еще, у меня была мечта создать юбилейский художественный учебник. Ну, потом я работал в 13-й школе, руководил студией. Ну, а мечта эта оставалась где-то здесь под коркой, да. Ну, вот собрались единомышленники, друзья, с которыми когда-то ездили на пленеры, рисовали вместе. Вот, и сделали художественную школу. Вот 30 лет, больше вернее, больше 30, 35 лет, можно так сказать. Потому что 5 лет мы еще работали как студия, вот, ну, уже по планам художественной школы. Самым главным, наверное, воспоминанием, я считаю, пленер. Он, как бы, есть каждый год, но каждый год это какое-то особое чувство. Ты не знаешь, что тебя будет там ожидать. Ты знакомишься с новыми людьми, открываешь для себя много возможностей. Как бы, и сближаешься со своими одноклассниками. Ты узнаешь их как-то с другой стороны, они открываются новыми впечатлениями. В завершение выпуска приятная новость и даже повод для гордости. Мультфильм Бердской студии «Арбуз» отобран для участия в Международном фестивале в Италии. Было представлено 930 работ, из которых только 72 прошли дальше. Поздравляем юных мультипликаторов. Такова минувшая неделя. Свежие новости мы расскажем в понедельник. Я напоминаю, что вы можете дополнить картину дня. Достаточно прислать сообщение о событии или проблеме на номер WhatsApp 8 383 383 2800. В студии работал Юрий Проскоков. Спасибо, что остаетесь на ТВК. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин